Серж Салливан! И как и Максиму Кремневу, ему, как бывшему представителю легковесного дивизиона, ну теперь конкретно бывшему, потому что посмотрите, как он раскачался, ему стало тесно в своих рамках и он хочет заполучить, так же как и Максим Кремнев, главное золото. Ну пока вот они делают совместное видео селфи и прекрасно себя чувствуют. Но я думаю, это ненадолго, потому что сейчас в Кремнев выйдет третий участник и действующий чемпион независимой федерации рестлинга. Кстати, кое-кто его называют чемпионом, чемпионством в тяжелом весе, но, друзья, это не более чем вот такая людская молва, поскольку официально этот пояс называется титул чемпиона НФР и никакой приставки в тяжелом весе там, естественно, нет. Ну, в принципе, не стоит как бы сбрасывать за счетов тот факт, что в большинстве своем за этот титул, естественно, дрались рестлеры тяжелого веса, но есть и исключения, как вот, например, действующий чемпион Слава Нескубин. Конечно, он вот набрал массы, так заматерял, возбужал с момента своего, там, допустим, дебюта десятилетней давности, ну, это и логично. Да, превратился из такого веселого мальчика, брутального мэна. Ну, и рокер, вы слышали о его группе Грэндис, и теперь вот он вернул себе титул чемпиона НФР. Был он уже один раз чемпионом, но очень краткий срок. Выиграл и сразу же его проиграл. Ну, а теперь его тайтл, Рейн, продолжается, ну, не в пример, длиннее. Хотя Слава Нескубин изменился не только внешне, но и в плане характера тоже. Игнушается он под их приемов, ругается с публикой, плюет на всех, и вся, и поступает так, как считает нужным. Но, тем не менее, пояс чемпиона Федерации у него, и выиграл он этот пояс у Владимира Кулакова. Многие скажут, что это спорная победа, и, в общем-то, будут правы. Однако, титул есть титул. Ну, и матч начинается, Максим Кремнев кинутся, получил поясом набрасывается Серж Салливан, Слава Нескубин контратакует. Я так думаю, некоторое время Серж Салливан и Максим Кремнев будут работать вдвоем, поскольку их ненависть к Славе Нескубину, она так довольно-таки сильна. Вспомнить хотя бы... Вот, Слава Нескубин контратакует. Да, Слава Нескубин избил и Сержа Салливана и Макса Кремнева после их Ironman матча на чемпионате «Голос народа». И тогда победитель не был выявлен. Ну, и Лео назначил им вот матч трех углов, собственно, в предыстории этого поединка. Так, Серж Салливан тем временем сворачивает. Вот Максим Кремнев вмешивается и не дал Сержу удержать Славы Нескубину. Крутящийся удар Кремнева. Заводит он себя и пытается бить, ну, понятно, закрытым кулаком запрещено наносить удары, поэтому пытается бить такими облеухами. Слава, правда, нашел в домик и ему это не сильно навредило. Серж попытался провести бросок Максиму Кремневу, получил ответный удар коленом. Запуск. Ну, что же, ответный, ну, ответный парк ударов от Сержа. На встречный локоть он натыкается. И, ну, они, конечно, равны по силе. Примерно одинаковы. И Слава Нескубин, как черная птица, взлетел дробь киком снес. Сержа и тут же попал на клузлайн, на адский клузлайн от Максима Кремнева. Ну, и Макс, вместо того, чтобы сейчас попытаться кого-то удерживать, он начинает хлопать, играть в ладушки на риге. Для чего? Непонятно абсолютно. Развы разбег, удар колена. Ни Слава, ни Скубин опал. И проинпланировал Максим двумя ногами в душу Славе Нескубину заехать, но ему помешал Серж Салева. Тот хочет сам разобраться со Славой. И у Слави этой передышки хватило, чтобы встать. И вот мощные удары, какие он носит Сержа. Запуск реверса. И инцы гири. И по затылку куда-то по лопатке Слава Нескубину въехал в Сержу. Но менее больнее от этого, конечно, не становится, друзья. Вы, верно, со мной согласитесь. Но посмотрите на это лицо. Давай, давай, говорит Слава. Разбегается. И... Опа! А Максим Кремнев оттянул канат Слава в них даже... Да смотрите, он запутался, запутался в канат. А вот это, кстати, очень опасная вещь. Так можно и ногу было повредить. Ну, Максим Кремнев, конечно же, вот и нехороший, и неплохой парень тоже себе на уме. Гнёт Славу Нескубина. И никакой жалости к сопернику, у которого, может быть, повреждена лодыжка, у него нет. А тем временем, Серж Салливан с Вентом Бомбой за ринг сносит их обоих. Слава Нескубин повержен. И повержен Максим Кремнёв. Ну что, делаем ставки. Кому улыбнётся удача в этом матче? Потому что инициатива, как вы можете видеть, переходит от одного к другому практически нон-стопом. Бежит Максим Кремнёв, но Серж, да, решил его не добивать. Всё-таки Слава Нескубин ему более ненавистит. А, попытка удержания. Ну что же, это разумно. 2 на 2,5. Но сейчас, конечно, у Сержа очень хороший шанс. Стать впервые в своей карьере чемпионом Независимой Федерации Рестлинга. И он заводит Славу Нескубина на Брейнбастер. Но Слава каким-то образом, да, смог перепрыгнуть и нанёс удар в пах. И что интересно, рефери это видел, но почему-то не дал отмашку по дисквалификации. Хотя, может быть, Слава на это... А, хотя, секундочку, это же матч трёх. Что я говорю, тут же нет дисквалификации. Так, и Слава тем временем контратанкует. Да, хитро, хитро он это рассчитал. Если бы это был матч 1 на 1, то был бы уже год. Хотя, Слава в любом случае остался бы чемпионом в этом случае. Так, захват ножниц. Ножничный бросок. Тяжеловато Слава его сделал. Он готовит гарпун и попал на велосипедный удар от Максима Кремнёва. Сейчас спас только что. Ну, опять же спас как. Только для того, чтобы самому сделать этот удар в душу. Бейсбольный кик. Прямо в лицо. Оклимавшийся Максим Кремнёв нанёс Сержу Салливуну. Шатается Серж. Ой-ой-ой. Всё очень плохо. Для него отпускает. И отлично. Автограф только что был проведён. И на секундочку, на секунду вот буквально оставалось Максим Кремнёву до победы. Но Серж Салливан разбил удержание. Конечно же, он тоже хочет стать чемпионом. Балтик Слэм. Балтийский Слэм только что провёл Серж Салливан. И самый весёлый ирландец лезет на третий канат. Для того, чтобы провести с Вентомом Бомбу Лебедя. Готовится он к прыжку. Ну что, сделает? А, нет, это была не бомба Лебедя. Я почему-то был уверен, что это будет бомба. Но вместо этого Серж сделал додрог. Но в холостую промахнулся. И Максим Кремнёв вышиб его только что за ринг. Так, Слава. Ага. Я думал, он сейчас будет разбираться со Славой. Но нет, вместо этого провёл аутсайд. Максим Кремнёв бросает за нас. Между канатами. Видимо, чтобы уже окончательно добить Сержа. И обезопасить себя от его вмешательств. В дальнейшем, наверное, Максим Кремнёв очень уверен, что... Ой, и попал на Гарпун. Он был уверен, что Слава Нискубин ничего не сможет сделать. А вместо этого случилось вот так вот. Гарпун от Славы. И победа. И знаете что, друзья? Это чистая победа. Никаких претензий к Славе Нискубину. В этом матче. Ну, за исключением того удара. Ах, конечно же. Но концовка матча, в общем, всё было в рамках правил. Максим Кремнёва подвела его в самоуверенность. Ой, и ах. Все эти разборки друг с другом. Они помешали и Максиму Кремнёву, и Сержу Салеву. Но Серж, конечно же, расстроил. Он с Дмитрием, нашим подругом, почему-то пообщался. Непонятно о чём. А Слава Нискубин, отвоевавший в тяжёлом поединке пояс, уходит.